друзья всем привет мы приехали в гости к вадиму шишкину в санкт-петербург чтобы показать вам супер крутую квартиру как посмотреть сами во вторых показать вам где очень много интересных решений именно в деталях и в мелочах и про эти детали мы сейчас с вами поговорим поскольку мы пришли и вот фокус внимания с мной хотелось сделать на ремонте да потому что я так мы оттышь там уже сколько больше десяти лет до занимаешься ремонт и более и вот интересно поговорить про детали вот про интересно поговорить про то про исполнение технического потому что например я на своем доме как бы не перфекционисты и не делал там идеальное там не за примыкание прочее вот как как тут сделано давай первое про что расскажу это зеркало на входе этот фишка не в самом зеркале а то что за ним скрыто встроена вся инженерка то здесь у нас электрощит самое интересное технически мы реализуем как то есть это основной опуск то есть если мы уехали в отпуск например мы выключаем этот рубильник и у нас остается работать только защита от протечек холодильник чтобы не разморозился роутер и домофон очень классное решение вообще зеркалом который открывается то почему здесь не предусмотрен такой зазор чтобы подушечку будет положить типа это же посидеть правильно да здесь можно сидеть я уже демонстрировал эту историю потому что первое решение когда мы так делали на них нельзя было сидеть мы с нашими мебельщиками продумали конструкцию этого шкафчика и по нашим проектам можно проследить что у нас конфигурация коридора она примерно одинаково всех проекта давай я еще вот здесь по шкафу скажу покрытие кварц винил мы тут за кадром пообщали что у ребят был вопрос да прикол кварц винила что видишь мы с тобой все обувь сложили если ты зимой приходишь ты можешь спокойно убрать сюда обувь и не переживать что у тебя разбухнет нижняя полочка потому что кварц винил он устойчив к воде ну ты потом просто убираешься открыл никаких проблем нет но я так понимаю вообще не убиваем и то есть такие покрытия мы например в медицинских клиниках делали где там супер проходимость супер нужен чистота производители этим пользуются и говорят так как мы устанавливаем это в клиниках экологически чистый даже в клиниках это проходит да здесь еще момент видишь полочка идет не до конца это продумано как раз чтобы сапоги в зимний период времени можно было понравить они ранее перелом розетки это чтобы сушить сапоги сушить сапоги да на всякий случай там мы стараемся везде предусмотреть достаточное количество розеток но так чтобы они были не на видном месте я еще вижу вот вот по исполнению вообще что тут прям идеальные вот все шовчики вот прям редко где такое встретишь мне кажется что все все углы они под 90 градусов все вот швы я предварительно ходил знаешь по квартире искал где где бы тут не за криво вот собрана мебель и было бы да вообще не нашел в таких мест вот я для вас тут прям сильно сильная сторона и сильный фокус на этом все верно так как мы строители мы сами же свои объекты реализуем они подрядчиками разными мы во первых геометрию все подготавливаем идеально до начала еще ремонта у нас есть такая стадия как периметральный ремонт когда мы заходим штукатурим стены и важно например чтобы кухонная стена была параллельна самой дальней комнаты когда мы уложим на поле на покрытие единым контуром нас не будет морковок ну то есть одной стороны узкие плашка другой стороны широкая плашка а насколько это вообще клиентам нужно интересно как часто они проверяют ровно стен знаешь как происходит в жизни заказчик может сказать мне все нравится даже что-то не заметит придет какой-нибудь друг перфекционист который делал ремонт выкачу у тебя там это и человек начинает об этом думать расстроен я знаешь как ты сидишь ешь борщ белый футбол капнул ты счастливый довольны тебе говорят блин у тебя от борща или весь день думаешь теперь про этот борщ на свой футбол конечно к нам приходят закачки с ютуба видят наш подход и им это нужно мы ребят работаем над курсом лекции для вас это такой наш интерьерный мастер-класс для тех кто хочет научиться интерьеру будет полезно вообще всем то есть будет полезно тем кто не умеет проектировать интерьеры не затем закончил школу и хочет узнать что это за профессия такая интерьерный дизайнер будет полезно уже опытным интерьерным дизайнером потому что в этом цикле лекции мы делимся своим алгоритмом работы который мы создали в течение 12 лет существования студии там будут все наши шаблоны все наши презентации все наши алгоритмы работы правила замеров системы работы с клиентом то есть будет полезно даже опытным студия состоит он из двух частей это формат подкаста и вот такой вот комикс графическое отображение всего нашего курса надо сказать что над созданием комикса поработали нейросети в комиксе есть три персонажа то есть я лёша мариана мы обучили нейросетей нейросети создали нам этот комикс в котором мы немножко в разных образах в каждой лекции то есть у нас это скорее не не школа дизайна скажем так где мы рассказываем как куда вам двинусь мышку чтобы в такая не начертить линию это максимально такой развлекательный что ли контент который вы можете слушать машине который вы можете вечером полистать комиксы максимально неформально доносится информация и поэтому она хорошо запоминается и усваивается потому что очень сжато и хорошо все это собрано скажем так вот в таком формате интертеймента у нас есть 10 лекций где рассказывается начиная от первого касания с клиентом и заканчивая полной реализации проекта весь процесс проектирования и создание интерьера я думаю это будет полезно всем почитать надеюсь увидимся с вами на первой же лекции мы находимся в дизайн-дистрит в петербурге это наш питерский офис и так получилось что у вадима офис прям рядом здесь находится хотелось бы с тобой немножко пообщаться формате интервью потому что одно дело когда делаем просто обзор квартиры второе когда общаемся с автором с владельцем бизнеса другие инсайты это интересно и я начну с такого немножко наверное не тактичного вопроса я готова заражаешь на как бы издалека когда вот просто отстраненно смотришь на твой канал и на то что делаешь и вообще на вот тебя внешне то вспоминается миша шапошников это вообще первое что бросается вы говорили тебе это или нет все наши сотрудники говорят это шмиша то есть вообще вот то что вот дизайн и да то есть внешне вот именно стиль минимализма да при том знаешь она наверное даже больше похоже через youtube чем она похожа лично вот лично низ вот я вижу различие да как ты к этому относится и почему так получилось при том что вы еще и знакомы да у меня такой суммарный образ то есть есть еще несколько там бюро за которыми мы следим за тем что они делают и все что откликается мы делаем но нужно понимать что это решение не мои а команды вот это что схожесть там между нами какую-то находят я не вижу в этом никакой проблемы в принципе вообще весь дизайн делает команда я по сути только даю какую-то итоговую оценку нравится не нравится и последние пару лет я вообще не наблюдаю за решение других людей ну вот я общался с мишей точно также задавал вопросы задаю тебе вопросы вы даже отвечаете одинаково то есть это не моя работа проводить технические задания там защищать проекты и так далее есть для этого дизайнеры менеджер который проектов занимается это их работа защищать моя работа сделать продукт чтобы студия смогла сделать продукт который их воодушевит как я финальный так так и есть мы формируем рынок определенного стиля и нужно понимать на кого еще ориентироваться если бы таких бюро было бы много то такой ассоциации бы не было но их по пальцам посчитать кто делает что-то похожей стилистике да сейчас визуализации много в интернете а готовых интерьеров не так много согласен вот я побывал в твоем интерьере и даже уснул даже даже поспал гнула этого это важно кстати лишь он так успокаивает что я отлично выспался так как интерьере знаешь у меня появилось впечатление что он очень правильно выполнен по деталям я бы наверное где-то характеризовал ваш стиль но с точки зрения как сказать то есть вот если придет грамотный строитель то ему не к чему будет придраться потому что все детали сделаны идеально у вас есть какой-то манифест что вы должны делать вот именно вот так обязательно да у нас команда просто из перфекционистов никто не представляет как можно сделать иначе мы такие душнивые знаешь хочется открыть форточку с таким подходом мы добиваемся нужного нам результата это в душе это невозможно передать команде приходят люди которые часть команды собрана опять же посредством наших соцсетей люди это видят люди приходят и говорит мы хотим также мы когда еще вошли в квартиру и перед вообще съемка я обратил внимание сразу на вот этот холодильник он супер нестандартный это это 2 такой створчат это супер огромный холодильник здесь наверное типа зона такая свежести да а там вот морозильник в общем можешь рассказать и почему здесь такие огромные зазоры да то есть кажется что здесь должен был быть встроенный холодильник нам хотелось бы сделать его полностью заподлицо но для холодильника нужно естественно вентиляция есть технические нормы которые нужно соблюсти и идея такая что холодильник был уже куплен заказчиками до начала работы над проектом и по сути мы выстраивали как эту нишу так и финальную часть вокруг холодильника бывает что люди уже диван купили мы вокруг дивана начинаем выстраивать это не очень хорошо но в целом если никак это но вписался он вписался даже писал за вот на счет потолка кстати говоря это это гипсокартон или натяжной это ткань ткань это выглядит прям как гипсокартон никогда низко никто не может отличить мы используем в 90 процентов случаев тканевые потолки во первых это быстрее во вторых это дешевле чем гипсокартон в два раза примерно но минимум на 30 процентов и гипсокартон мы используем в том случае если там у нас как раз канальная вентиляция какие-то шумные установки для лучшей шумоизоляции если такой задачи нет везде тянется ткань то здесь ткань устанавливать за две недели ноги прочные потолки нужно три месяца плюс нашим подходом когда мы сначала устанавливаем мебель потом потолки это это вообще история да все же хотят заехать до нового года еще меня удивило что вот за этой дверью то здесь у нас стиральная машина очень экономная в плане пространства решения которые наверное многие не любят из-за того что она спорная в плане шума да вот но вот как как вы с этим боретесь наверняка у вас есть какие-то аргументы почему так может допустимо делать но обычно сейчас все стирают ночью во первых это экономнее ночью стирать во вторых если бы мы расположили ближе к мастер-санузлу где-то мастер-санузлу еще ближе к спальне находится по сути это самая дальняя точка от спальни поэтому никакой проблемы не вижу вся современная техника она достаточно тихая хорошая современ здесь у нас сделан паркинг техники я уже его показывал вот мне очень нравится что она заезжает даже попали в обжитый интерьер муж когда мы снимали этого ничего не было здесь вот кофемашина чайник и вот эти полочки они съемные и задняя стенка она тоже на магнитах снимается жить аргумент если что-то случится придет управлять компания они обычно мы придем все сломаем и нет не надо ничего ломать три полочки снял разобралась это фасад вымерен токар точно точно с запасом чтобы руку не зажало вот у меня палец тут был зажат я посудомойку закрывал здесь в пальце не зажмёт это все вымеряется и от и соответственно симметрия кухни сделано по левой части поди тут вообще примыкание и вот и идеальная скажем так вот типа прямо не прикопаться миллиметр и миллиметр это правда круто еще очень классное решение вот опять таки с потолком потому что потом делаете вот есть открывание верхней полочки и она прям тоже идеально подходит к потолку и это полка она потом продолжается вверх да как бы уходит за потолок вот это ради чего собственно и делается этот синивые швы а вот что на стенах получается то есть у нас вот обычно столешка наш переходит на стены да да либо получается это чем-то закрывается это получается декоративная как и штукатурка это микроцемент микроцемент он с точки зрения износостойкости лучше и сделан микроцемент чтобы во первых если мы сделаем здесь фартук он будет нарезать весь объем поэтому он продлевается до потолка соответственно симметрично и по левой стороне и этот же материал и цвет дублируется в мастер-санузле то есть основная идея чтобы все цветовая гамма была одинаковой едины вот следующий момент про шторы да то есть здесь тюль да интересно и вот прям расстояние опять-таки опять-таки как насколько все выявлено да то есть вот есть штора и она прям здесь не сминается кухни которая там поздно закончилась да тут вот прям тюделька в тюдельку на складке хватило места и это выглядит супер аккуратно дело в том что эти все размеры у нас выверены уже практическим путем у нас есть библиотека решений у команды просто заходят берут размер из библиотеки решений уточняя только толщину радиатора чтобы не было так то есть если здесь был бы радиатор толще естественно кухне чуть-чуть подходя на бывал ножик либо было бы принято до другое решение я только заметил что вот вытяжка да и вообще не видно да а тут есть классный момент подсветка обычно подсветку врезают в дно да ну либо вот на либо сюда подсветку видишь тут нету она получится в нише до подсветка в нише она сделана в торце на под ручкой технологически довольно просто решение будешь профиль да да прям просто и и самое главное самое главное что здесь внизу mdf как фасад и нет стыков нижних ящиков такие вещи мало конечно кто заметит но мы их делаем это приятный когда человек об этом знает и приходит потом в гости такой первым делал он делает вот это там на киадам и ничто достал меня да да в целом откуда вы берете заказы какой у вас главный источник получения заказа это youtube youtube канал мне кажется мы вообще ни разу не сказали что у тебя есть youtube канал надо наверное об этом нашим зрителям сказать тоже вадим шишкин подписывайтесь пожалуйста ребята мы за тобой следим мы смотрим мы советуем хороший youtube канал и нашим подписчикам мы тоже смотрим ваш канал все наше бюро смотрит ваш канал вот мне кажется насмотренность в этом плане она очень важно мы стараемся нести в мир что-то хорошее рассказать какие-то интересные вещи и вот такие вот коллаборации это важно то есть поскольку мы с вами находимся в питере сегодня снимаем вам обзор квартиры я бы хотел порекомендовать еще один очень интересный youtube канал который как раз про недвижимость в питере да если вы хотите выбрать здесь квартиру заходите канал называется про питер на этом канале юрий рассказывает достоинства недостатки свой личный experience выбора квартиры санкт-петербурге если хотите жить в этом чудесном городе приобрести здесь недвижимость вы знаете куда обращаться расскажи наверное немножко про команду да то есть у тебя ведь несколько направлений да есть мебельное направление и извини она тоже очень похоже на мишина за название ну как у тебя кома там бока но в любом случае не созвучны четыре буквы расскажи про направление и про команду сколько людей чем занимаются кто партнеры самое главное направление это бюро полного цикла то есть мы работаем приоритете для нас питер москва мы делаем дизайн мы делаем полную реализацию у нас своя команда строителей мы все комплектуем то есть заказчикам остается заехать и жить но иногда там постельное белье посуду какие-то мелочи это последнее время и этим мы укомплектовываем объект это чем мы отличаемся от остальных на рынке потому что человек приходит в рамках одной коммуникации получает готовый продукт не нужно отдельно искать строителей быть связующим звеном и так далее второе направление это строительная компания то есть мы занимаемся отделкой по большей части в питере и работаем в основном с теми дизайнерами с которыми у нас уже есть длительный положительный опыт коммуникации мы реализуем чужие интерьеры в принципе этим этому опыту уже больше 10 лет изначально я пришел из стройки и тем самым мы дополняем решениями дизайнеров с которыми работаем они берут что-то у нас мы чему-то учимся у них и дорабатываем свои проекты в коммуникации с другими бюро проект усиливается и третий проект который мы запустили это мебель он еще относительно свежий молодой наша задача не удивить рынок наша задача взять лучшее решение на этом рынке что-то доработать по нашему мнению и имея обратную связь от наших же заказчиков сделать продукт просто лучше у нас вопрос какой то есть всегда большая дилемма как ставить этот такие светильники на столами да то есть с одной стороны когда ты двигаешь что хочется чтобы он был выше головы что мне бился да если стол стационарно стоит то наверное правильно было бы сделать так что есть наклоняешься то тоже не бьешься то есть это не два метра уже это каких-нибудь метр восемьдесят метр семьдесят но появляется там третий нюанс то что может бить свет в глаза да и скажу так если бы у нас этого светильника не был например был бы потолочный ну то есть декоративного освещения как такового не было бы то у каждого светильника есть угол рассеивания и наша задача в первую очередь вымерить угол рассеивания который попадает на стол чтобы он был не больше и не меньше и вот это расстояние сейчас светильник висит ровно чтобы он освещал полностью поверхность понятно очень классный диван он такой сейчас наверно по форме самые популярные которые есть на рынке ну такие панорамные диваны которые можно присесть со всех сторон с движными да то здесь линками ориентации мы можем сделать менять ориентацию условно сидеть с гостями можно менять конфигурацию дивана сейчас модульные диваны набирают популярность нормальная трендовая тема и мне нравится очень материал это рогожек я так понимаю рогожка он зеленого цвета вот мне кажется вот тут как раз цвета и не хватало скажем так интересно что вы предусмотрели прям как будет ездить робот-пылесос я так понимаю вот этой вот нише это прям специально для него да да чисто для робота-пылесоса тут интересное решение сверху и спрятан кондиционером в летнее время года жанра покрывать я всегда я тут уже рассказывал это такое не то что мастхед решение но лайфхак помимо того что можно кондиционером регулировать угол можно еще и фасаном регулировать угол воздуха если он не надо зимний период просто он закрывается а почему не просто решетка решетка она все равно будет просматривать кондиционер до эффективность его будет все равно ниже чуть не конечно потому что есть уже сопротивление но я могу чуть испортила эстетику окей я еще заметил вот эту вот полочку под телевизором вот у миши шапошникова у нее же такая же прям один в один нет и он прям рассказывал что это прям его линейкой прям индивидуальных полочек продумевому еще открывалась это это ваша разработка и или это не наша мебель это просто сделана мебель под размера по понятным габаритам кто-то заимствовано именно само решение телевизор вплотную висит здесь есть у нас розетки есть вентиляция потому что здесь приставка стоит обязательно вентиляция и вся коммутация здесь снизу розетки для в основном xbox а либо алисы там и так далее снизу подключаешься но я так понимаю но вот здесь же панели они не просто так то есть это фальш панели они пойдут за верно или да но ты должен понимать что эта полочка отодвигается да она отодвигается видишь тяжелее не встану двигать но ты по сути один раз приставку подключил ну и прям вот опять таки все детали вот нашел на этой высоте и дверь она точно все пройдет же высоте потому что все проектируется в архикаде все в объемной модели проектируется и прежде чем дизайн попадет заказчику у нас дизайнер сдает коллективу презентацию и коллектива это я буду сделал я в этом проекте делал вот так а что если сделаем вот так коллективно дорабатывается дизайн и только после корректировок от команды нет главного архитектора а вот команды уже дизайн идет заказчику прикольно с точки зрения если рассматривать вас как строителей то вы наверно самые эстетичные строители кого я видел когда-либо потому что строители всегда берут просто за бюджет вот у меня и заказ миллион долларов я заработал и он там золоте весь то есть отлично я никогда не видел чтобы строители фильтровали объекты если им не нравится дизайн более того создавали свою студию потому что им не нравится дизайны которые им предлагают строить как это получилось вообще фильтруем мы в плане приходит я хочу кучу лепнины у нас просто нет специалистов которые делают хорошо лепнины если мы возьмем такой объект мы несем риски но мы знаем что человек нам пришел дать я хочу скрытый плиту стеневой профиль и так далее но все наши решения теплая стена мы понимаем что мы реализуем это хорошо во первых мы это сделаем хорошо во вторых нам это нравится и у всей команды эмоциональный настрой всегда позитивный когда вот что-то там рококо барокко ничего против этих стилей не имеет просто он эти стиле не откликаются и мы не умеем на них работать поэтому фильтрации тут не потому что мы такие деловые потому что мы просто не можем сделать это хорошо на том уровне на котором это могут сделать другие люди но у тебя очень рациональный подход в этом плане скажем вот команда ты хочешь сохранить формат бутиковой студии или ты готов к масштабированию отвечу чуть по другому я готов расширяться только в тот момент когда я вижу что те люди которые к нам приходят они хотят у нас работать и они могут сделать продукт хороший в рамках нашего бюро и мы столкнулись какой-то момент с проблемой что исполнителей на рынке много дизайнеров архитекторов студентов которые заканчивают универы и у них нет практического опыта сейчас чтобы устроиться к нам в бюро нужно прийти пройти платную стажировку и по результатам платных стажировок только одного кандидата мы берем платную стажировку это платит тот кто и проходит до если он ее прошел я один из нас есть бесплатно и есть куча хейта как это бесплатная стреляция бесплатно если ты делаешь бесплатно появляется куча людей негативных что они тебе не могут заплатить у них появляется негатив типа они перенасыщаются вот этим количеством энергии, знаний и всего такого, что потом они начинают тебя, часть аудитории, ненавидеть. Все, что бесплатно, не знаю, менталитет, может, у нас такой люди не ценят. Посмотрим? Да, мастер санузел. Заходи. Здесь у нас на отделке что? Стены и потолок это микроцемент. Я выложил рилс и шорт, и они по полмиллиона набрали больше. И вопросов очень много, как его мыть, да он там плохой. Да, я уже говорил неоднократно, что важно выбрать хороший материал. И я сейчас не буду давать рекомендации, а то потом вдруг что-нибудь испортится. И хорошего подрядчика. Важно сделать это качественно. Мне кажется, это вообще супер нереально. Вот, условно говоря, очень-очень-очень тяжело найти правильного, даже не материал, а вот исполнителей. Вот это сложно. И у нас там в каждом втором интерьере, на самом деле, исполнители раза по три переделывали все вот эти поверхности. Это нормально. Да, это нормально, потому что это реально сложно. И вот считается, что он такое более естественное, натуральное покрытие, вот с такими разводами. По факту клиент всегда соглашается, как бы, на слух. А когда приходит на квартиру и видит свои разводы, говорит, ой, что-то неаккуратно, некрасиво. И вот эти переделки постоянно... Можно упростить задачу. Дальше сложности делают. Так как у нас дизайн похож из проектов, проект и решения уже мы где-то применяли. Первым можем показать визуализацию, потом можем показать фото настройки и фото по финишу. И если прям заказчик, вот, ну, не понимая, как это будет выглядеть, мы звоним нашим заказчикам, которые мы завершили ремонт, говорим, можно мы к вам заедем. Заказчик приезжает, общается с нашим предыдущим заказчиком, они ему рассказывают все плюсы и минусы. Не мы, а человек, который уже имеет практический опыт использования, или заказчик принимает решение. Ну, действительно сложное решение в плане технологических и в плане потом эксплуатации, потому что он достаточно прихотливый, но супер интересно смотрит. И здесь вот еще интересное решение, вот если, например, с плинтусом скрытым, это, в принципе, уже стандартная такая практика с готовым плинтусиком, вот это, это что? Здесь должен был быть теневой профиль, и обычно мы это делаем, но в силу бюджета и давности проекта сделан вот такой профиль. Слушай, ну мне нравится. Это решение, найденное в процессе реализации, сейчас в новых проектах уже есть этот угол отработанный, он выглядит немного иначе. Ну, и опять же, на мебели тоже как бы есть небольшой теневой шов, видишь, тенька. То есть, в принципе, это в такой общей стилистике есть по краям. Вот, видишь, здесь тоже мебель заходит не вплотную, здесь теневой шов. Ну, это чтобы нет, полочки тоже открывались нормально и не бились. В том числе, опять же, смотри, как все продумано. Да, идеально. Здесь темное дно, у нас в раковине. Нажали, мне тут инструктаж провели, защелкнули и все, вот оно съемное и без проблем все не можно обхудить. Очень классное решение. То есть, оно вот в уголках, даже, честно говоря, и не видно, что здесь есть какая-то вещь. Ну, получается обслуживание, как у обычной раковины. Да, наверное, обычный сифон. Ну, и дозатор здесь. И дозатор прикольный, смотри, что не нужно какую-то колбу выкручивать, а сверху заливать. Просто заливаешь прям сверху и все отсюда. Это, кстати, большой плюс, потому что вот, если бы мы нужно было вот так вот залазить и что-то вкручивать, это была бы проблема. Все, тут уже стоял бы пластиковый дозатор. Это была бы проблема. Да, да. То есть, он бы прожил месяц. Сколько лет было. Окей, вот если продуешь пару слов, а почему такой огроменный порог? Чтобы был правильный слив, потому что стояк у нас там, у нас есть определенный, далеко стояк, там определенное количество сантиметров на метр. Меньше пасту сделать нельзя. И получается вот эта полочка. А, ну вот, она со щелью получается, чтобы вода вся сходила, и она сама из металла получилась. Конечно. И это заполимеренная, наверное, штука, чтобы она не... Это готовое изделие. Да, да. Слушай, еще момент. Вот всегда это красивое решение, но технологически такое вот можно поспорить, да, в том плане, что здесь вот перегородка, она до самого верха. Да. Не собирается ли там пар? А вот, смотри, это не зеркало. Просто, чтобы ты понимал, это не отражение. Тут тоже вентиляция. Ага. Эти диффузоры мы сами искали, это прям вообще целая проблема. Ты принимаешь душ, ты включаешь вентиляцию. Вентиляцию. У тебя и работает и тут, и там. Да, обязательно. Ну, это решение, кстати. А на сколько заработок со стройки интерьеров больше, чем с проектированием? Ты можешь это прям звездить, сказать, что в два раза или в три раза или в полтора. Если в денежном эквиваленте, ну, плюс-минус раз в пять, может быть. В пять раз? Ну, я думаю, что так, да. Ничего себе. То есть у тебя вот равноценное направление там по, не знаю, количеству сотрудников, допустим, архитектурное бюро и реализация, да? И реализация в пять раз больше денег приносит. Да. Это меня удивило, если честно. Мы не зарабатываем денег с реализацией вообще. Мы классическое архитектурное бюро в этом плане. У нас есть какие-то смежные направления, модульные дома, где мы строим дома. Но как раз мы тот пример, когда мы стараемся заработать именно с проекта. Нету других путей. Тут просто такой путь, когда ты хочешь больше зарабатывать и тебе нужно просто больше брать проект. Да, да. А мы пошли по истории такой немножко отчасти бутиковой. То есть, да, мы когда-то делали из ответственных тысяч рублей, сколько это сейчас там, 30 долларов. 30 долларов. Да. И, конечно, мы брали больше объектов, мы набивали шишки, нарабатывали базу поставщиков, отрабатывали процессы, отлаживали систему. Фраза основателя Alibaba, если не ошибаюсь, что бедным людям сложно угодить. Это факт. То есть, когда ты работаешь прямо в рыночной стоимости, тебя сравнивают с кучей исполнительных денег. 100%. Ну, они не знают, насколько хорошо или плохо они делают. Они думают, что все делают одинаково плохо. И ты доказываешь, почему ты молодец, хотя ты реально молодец. Цена за метр дизайна у вас 100 долларов метр. Ну, смотри, какой курс. Давай я скажу в рублях. 9900. В рублях. Чуть больше 100 долларов. Да. Ну, курс может быть разный. Чуть больше 100 долларов. У нас где-то 130 долларов в метр. Есть, кто еще дороже нас. Но мы ориентируемся на Питер, Москву. То есть, на тех заказчиков. И часто мы спрашиваем уже тех заказчиков, которым сделали, во сколько бы вы оценили. Не оценен ли стоимость наших услуг. Повышайте вообще смело. Теперь мы находимся в спальне. Я вижу здесь точно такие же решения, точно такие же полочки, как под телевизором, да. Такая же встройка, причем цвет, мне кажется. Один в один, да. Единственное, что здесь я вижу, что это уже из ДСП. Да. Ну, это спальня, здесь все решили сэкономить. Но здесь есть подсветка. Да. При открывании, что важно. И, кстати, интересно, вот обычно подсветку есть специальные условия греха. Я ждал этого вопроса. Да, и в них получается. Проблема, когда подсветка либо по центру шкафа, либо встроена в вешалку, она создает тень. То есть, что она освещает? Когда подсветка, как и на кухне, встроена по краю, тебе освещается нормально весь шкаф. Да. Здесь тоже телевизор вплотную полностью вести. Кабель-менеджмент находится в шкафу, и за телевизором мы эту нишу тоже используем. То есть, это место тоже все для хранения. А здесь еще что-то будет? Нет? Так и останется. Да. Многие пишут в комментариях, пустая стена, там, что же не делать. Я всегда говорю, радуйтесь, что у вас есть хоть одна пустая стена, потому что люди изначально хотят избавиться от всего. Как бы мне получить побольше пространства, побольше стен, и как только они получают, сразу дискомфортно, психики, надо что-то туда ляпнуть. Да, у нас... Тут даже светильнички, они такие супер незаметно аккуратные, маленькие, и... Ты выставляешь угол? Это чисто для книги. Да, да, да. Чисто для чтения. Вот. Это просто зеркало? Ну да, ты собираешься, зеркало, да. А почему оно такое под бронзой? Здесь выдержана немножко стилистика, тумба-темная. Если бы мы сделали обычное зеркало, то оно бы, ну, здесь смотрелось сильно просто. Это, скажем так, это вот элемент дизайна. И мы с тобой загорелы. Камера не уверен, что это передаст. А как заказчики реагируют на низкую кровать? О, это вообще самый частый комментарий. Как с нее вставать, там, все такое. Люди, если у них проблемы с коленями, со спиной и все такое, не делайте. Не надо. Вот. Это тоже элемент дизайна. Спать на нем удобно. Встаешь один раз, ложишься один раз. Ну, он был мягкий. У него высота с матрасом плюс-минус, как диван. С дивана люди встают без проблем, с кровати люди не могут встать. Просто люди привыкли сидеть вот так на диване, ну, на кровати. Но, когда кровать низкая изголовье широкая, ну, визуально все это расширяет пространство. Если кровать выше, она забирает на себя слишком много внимания. Да, и нас можно высокой кровать поставить, но в большем пространстве она не будет смотреться высокой. А еще я заметил, что здесь нигде нету каких-то центральных люстр. Все вот решено на вот таких скрытых профилях. И, по сути, общей светом являются вот эти полосы, правильно? Да, и тут важно заметить, что основной свет, он около кровати. То есть, когда ты лежишь на кровати, и у тебя основной свет, он тебе не бьет в глаза над глазами. Основной свет спальни нужен с утра, когда ты собираешься, и при уборке. В спальне редко кто вообще использует свет. А то все, начни какой-то включен, и все. Как ты видишь себя через сколько-то лет? Через пять лет? Через два года? Мне многие этот вопрос задают, и в том числе окружение. Я был у кучи людей, у психологов, второго, у астрологов, и понял, что моя цель – это путь. Сейчас люди подумают, что я такой всегда был, там, буду я этим заниматься, такой блаженный, знаешь, сел. Нет, были кассовые разрывы, и много чего было. И я просто понял, что я не хочу спешить, я не хочу залезать туда, где я не имею твердой какой-то уверенности, хотя бы на уровне интуиции. Все. И мне это должно приносить радость. Именно радость. Потому что я сейчас активно изучаю вопрос счастья. По факту богатых людей много, но богатых счастливых мало. Счастливых людей… Если человек счастливый, он априори богат. Да, мы живем при рыночной экономике, но в первую очередь я понял для себя, что нужно стремиться к счастью, и уже в счастливом состоянии зарабатывать. Кажется, что ты для себя ищешь такую гармоничную середину. Да. Она и в бизнесе видна, и вот в целом. Но ты видишь, день не на суете, никакой звонков, тревог. Мне кажется, у меня телефон больше зазвонит. Я к этому стремлюсь. Мне не звонят заказчики. Вот мы ехали с твоей машины, тебе заказчики. Мне не позвонят заказчики. Вот. То есть выстраивай все так, чтобы было просто хорошо все. Ну, минималистично, аккуратно. Ну, и я вообще вижу, как-то такие вот дизайны, они, мне кажется, в идеальном мире, скажем так, это вообще должна быть такая супер базовая штука, да. Вот прям видно, что вот чуть ли не все новостройки можно делать под такой абсолютно новый стандарт. Как дизайн студии, мне не хватает здесь дизайна. Это нормально. Да. Это нормальная реакция, да? Вот. То есть мне хочется какой-то персонал. Нужна стена со скалой, понимаешь? Ну, индивидуальности хочется. Да, да, да. Ну, мне лично хочется индивидуальности. То есть, чтобы ты приходил и понимал, почему эта квартира именно этого клиента, да. То есть сейчас вот характер клиента. Да. Здесь другая вообще задача. То есть вот сюда посели любого человека, ему будет комфортно, удобно и классно. Как нам говорят, отельный формат. Да. Отельный формат. Да. Интересно было побывать в такой квартире. Вот спасибо, что пригласил. Вам спасибо, что приехали. Приглашаем к себе. Мы ездим. Покажем свои объекты. Вот. И я думаю, тоже будет интересный такой обмен опытом. Спасибо. Вот. Спасибо. 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 Спасибо.